8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Ахабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. Сегодня в столице Казахстана пройдет первое заседание Национального совета общественного доверия. Участие в нем примет глава государства Касамжом Артокаев. Главная миссия нового института построить конструктивный диалог между государством и обществом. Он станет площадкой, где будут подниматься, широко обсуждаться и, как заверяют власти, решаться актуальные проблемы казахстанцев. В состав совета сбалансированный. Вошли в него более 40 человек. Это представители старой оппозиции, нового протестного движения, гражданские активисты, политологи и адвокаты. Ожидается, что уже сегодня рабочая группа рассмотрит повестку дня и озвучит предложение дальнейшего плана работы нацсовета. Буквально недавно в эфире нашего телеканала в программе «Круглый стол» один из членов Национального совета рассказал о том, какой круг вопросов намерены рассматривать участники встречи. Здесь уже четко определились два больших направления. Одно направление – это человеческий капитал. Почему? Потому что человеческому капиталу какого-то комплексного, продуманного, это может громко сказано, но взаимоувязанного, к сожалению, подхода так у нас и не сложилось. То есть по человеческому капиталу там есть 5-6 базовых параметров, компонентов, которые его формируют. Там есть здравоохранение, образование, пенсионка, социальная политика, трудоустройство занятости и так далее. Ценности, потому что это тоже становится очень болезненным, таким большим вопросом. Рухани Жангро, соответственно. И там у нас яркие такие представители, там и вопросы даже миграционные, там законодательства поднимаются вообще в целом, внутри политических каких-то там отношений. Между тем количество несовершеннолетних с диагнозом ДЦП незначительно, но выросло в Казахстане. По данным прошлого года детским церебральным параличом страдают 16 768 детей. Это только те, кто состоит на учете. Разработать меры по улучшению медицинского и социального сопровождения мальчиков и девочек с особыми потребностями поручил президент страны. В своем послании он отметил, что на их поддержку будет выделено свыше 58 миллиардов тенге. На что пойдут эти деньги и как в стране в целом обстоят дела с реабилитацией юных пациентов, выяснял Асхат Незов. От этого практически никак не застрахуешься. Существует около 400 причин, по которым ребенок может родиться с диагнозом детский церебральный паралич. И даже если у обоих родителей здоровье будет как у космонавтов, их тогда надо отправлять в космос рожать, потому что один из немаловажных факторов – наша экология. Айлана, привет! Меня Асхат зовут. Как дела? Айлана, ай, ай, красивая какая. Айлана, айлана, как у тебя дела? Я в себе. Сказали, что ребенок с патологией родился. Родилась. Я пошла, она же еще недоношенная, 1,6 кг. Я когда ее увидела, действительно я была в ужасе. Я же таких детей еще не видела. Просто мне было плохо. Плохо стало родителям еще 17 тысяч детей с таким диагнозом, которые сегодня живут в Казахстане. К сожалению, с каждым днем их число только растет. Но большое достижение, что практически все они в наше время не сидят дома, а с ними работают специалисты. Да, вполне можно сделать так, что нивелировать все симптомы этого заболевания, и ребенок легко адаптируется и интегрируется в общество. Но даже в тех случаях, когда у него остаются какие-то остаточные явления в виде нарушений походки, каких-то неловкостей движений и так далее, дети при своевременном и постоянном проведении курсов реабилитации, они хорошо интегрируются в общество. То есть они могут учиться в общеобразовательных школах, получают высшее образование, работают, заводят семьи, рождают здоровых детей. Для этого ребенку необходимо пройти три стадии реабилитации. Первая – медицинская. Это лечебная физкультура и медикаменты. Вторая – педагогическая. Занятия с логопедами, дефектологами и просто преподавателями, которые смогут научить считать и писать. Третья – социальная. Ребенку нужно научиться общаться с ровесниками и обществом в целом. Ему нужно помочь найти себя, свои увлечения. Порой такие дети бывают очень талантливыми. Но, к сожалению, на сегодня не у всех нуждающихся есть возможность пройти такую реабилитацию. В системе здравоохранения работают 19 центров. Из них только один большой, который может вместить 300 пациентов в столице. Остальные – небольшие. В Алматы, например, около 60 коек. Таким образом, за год в республиканских центрах проходит 5700 детей. Конечно, этого количества недостаточно. И поэтому в регионах стали открываться областные центры, городские центры. Но там уровень оснащения и уровень укомплектованности специалистами мультидисциплинарной команды, конечно, оставляет желать лучшего. Вот на это и должны пойти выделяемые по поручению президента средства. Если с оснащением легче, просто купить необходимую технику и оборудование, то вот с кадрами вопрос фундаментальнее. В наших высших учебных заведениях не готовят таких специалистов. Их обучают здесь, на месте, в центрах реабилитации. Но далеко не каждый сможет работать с такими детьми. В столичном медучреждении, например, очень бросается в глаза, что среди работников много мужчин. Обычно же в больницах привычнее видеть медсестер. Все-таки работа эта сложная. Дети требуют и действительно физически хороших навыков. Нашим инструкторам нужны. Да, действительно, там вы встретите тоже и наших милых девушек. Но их значительно меньше. Потому что нагрузка на инструктора идет где-то 15-20 человек в день. Он отрабатывает. Это не каждая девушка нежная выдержит. И все-таки люди идут в эту профессию. И вряд ли за заработной платой. Чего стоит только благодарность родителей. Она уверенно на человека смотрит. Осознанно смотрит она на людей. Узнает своих. Да. В этом проявляется. Она уже движение начала делать. Это спасибо нашим реабилитологам. Спасибо ребятам, что они нам помогают. Только после реабилитации такие дети смогут жить обычной жизнью. Учиться, дружить и мечтать о будущем. Айлана Бисен, Хабар 24. Вот она говорит. Видите? Вот молодец, она сказала вам. Можно быть журналистом? Да. Солю имди. Атама салям айтэйчди. Ата салямди. И чанусь. Ата и ата сэ. Асхат Ниаза Фарман Акшабаев. Хабар 24. Открытие новых центров реабилитации ждут и родители детей с особыми потребностями в Уральске. К примеру, в небольшом помещении общественного объединения Байтирек сегодня получают помощь около 80 детей. Всем, кто нуждается в помощи специалистов, приходится записываться в тесный график, часами ждать в очереди, чтобы пройти курс, например, массажа или лечебной физкультуры. Там сейчас детки приходят, у нас нет условий. Нету именно, знаете, там как дети приходят у нас на ЛФК и массаж. Спортивный зал, помещение очень маленькое. Деток очень много. И поэтому они тоже нуждаются в большом. Именно спортзал им нужен. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин присоединяется к нашему эфиру. Аружан, я вас приветствую. Вот об усилении медицинского сопровождения детей с ДЦП заговорили на самом высоком уровне. Известно, что президент поручил расширить сеть центров реабилитации для детей с особыми потребностями. Какими они должны быть? Скажите, чтобы дети проходили все курсы реабилитации. Во-первых, я хочу сказать спасибо Касымжу Марту Кемелевичу, потому что тема проблем детей с детским церебриальным параличом и вообще с неврологическими заболеваниями это была одна из тем нашей встречи в апреле этого года. На самом деле у нас в стране нужно совершить глобальную реформу по отношению к этим детям. Первая проблема, с которой нужно справиться, это рост инвалидизации детства, особенно по этому диагнозу, потому что мы должны профилактически все необходимые меры предпринимать для того, чтобы у детей ДЦП не развивалось. Это значит, что нужно в дородовой службе более внимательно относиться к беременным и мамам самим ответственно подходить к беременности и родам. Во время того, когда ребенок рождается, нужно сделать все возможности для того, чтобы избежать различных травм и других обстоятельств, которые приводят к инвалидности в итоге. Ну и очень важный момент, который нам нужно в стране решить, это процесс раннего вмешательства, который сегодня, к сожалению, можно сказать, практически полностью отсутствует у нас в Казахстане. То есть, если родился ребенок, у которого предположительно может быть ДЦП, это ребенок с различными родовыми травмами, либо там были какие-то обстоятельства до родов или в родах, которые заставляют врачей внести ребенка в группу риска, то сразу же после рождения ребенка необходимо подключать комплекс мероприятий, это медицинские способы помощи, которые помогут детям избежать инвалидности. Потому что в новорожденном возрасте от нуля до трех лет очень пластичный мозг, он только формируется. И если какие-то проблемы есть, то они компенсаторно могут решиться и так, что ребенок потом будет здоров. В случае, если раннее вмешательство не приводит к избежанию инвалидности, и все равно есть какая-то форма ДЦП, то это позволит, во-первых, раннее вмешательство снизить уровень инвалидности, и уже дальнейшая реабилитация ребенка, она необходима нашим детям постоянно, непрерывно. С разной степенью дети нуждаются в разных индивидуальных планах реабилитации. И это причем реабилитация должна быть не только медицинская, это медико-социально-педагогическая, комплексная реабилитация, которая должна быть доступна детям в шаговой доступности от места их проживания. Вот, это, собственно говоря, те задачи, которые нам необходимо решить. А вот вообще, что показывает мировая практика? Ну, понятно, что в мире все меняется достаточно быстро. Вот какие там подходы лечения, например, реабилитации детей с ДЦП? Мировая практика показывает, что у нас в мире, в принципе, методы и подходы к помощи детям с ДЦП, они одинаковые. Самое главное, это начать реабилитацию ребенка с как можно более раннего возраста. Вот, ну и в дальнейшем уже именно комплексная реабилитация, о чем я раньше говорила, когда помимо врачей ребенку помогают педагоги, здесь работает очень важная социальная часть реабилитации, уже нам позволяет вывести каждого ребенка на максимум его способностей и дать возможность самому себя обслуживать, учиться, реализовать как бы весь свой потенциал. Мы здесь склоняемся больше к тому опыту, который применяется в европейских странах, но вот большую эффективность также показывает у нас реабилитация, которая применяется в Китае. Там такая смесь таких традиционных европейских подходов с использованием той китайской медицины, которая тоже показывает очень большие результаты. Это видно, кстати, по тому, куда едут наши дети. Вот, если мы видим, что в интернете очень много сборов на реабилитацию детей, если мы посмотрим географию, это, как правило, Китай, Россия, страны Европы, то есть это вот родители сами показывают, к чему нам нужно стремиться. Опыт, конечно, интересный, да. А вот в Казахстане становится больше школ, где созданы условия для вот таких деток. Так вот, что показывает или как они влияют, внедряются или вливаются в обычную подростковую среду и какую важно проводить работу в этом направлении? На сегодняшний день в мире есть очень четкие подходы к вопросам обучения детей с особыми потребностями. Здесь важно понимать, что если сохранен интеллект, и ребенок может осваивать эту программу, но его возможности в чем-то ограничены, например, ребенок передвигается на коляске, есть какие-то спастические формы, когда ребенок не может писать, это не должно влиять на то, что его помещают в специализированный интернат для обучения. Он может осваивать программу на уровне своего интеллекта, как обычный ребенок, и должен иметь полное право это образование получать. Другой вопрос, есть ли интеллектуальные способности ребенка, они недостаточны для того, чтобы учиться в общеобразовательной школе. Вот мы были недавно в Сингапуре на конференции, посвященной детям с аутизмом, но я там проехала и учреждения, где работают с детьми из ДЦП, которые плохо видят, слышат, с синдромом Дауна. Там есть вот эта очень четкая градация, когда есть дети, которые могут обучаться и сдавать национальное единое тестирование, как все дети, пусть это не будет связано с какими-то возможностями их речевыми или письменными. И есть дети, которые учатся по специальной программе, где самая важная часть – это научить ребенка читать, писать, ну, как бы вот таким базовым знанием, но при этом очень большое внимание уделяется адаптации детей, их социализации и дома, и во внешней среде, и чтобы ребенок потом мог получить навыки, которые позволят ему работать. Ну, например, во многих странах ребята такие, они работают, ну, как сингапурские авиалинии, они там складывают наушники, еще что-то, что необходимо для этой авиакомпании, но не связано с высоким интеллектом труда. Вот, поэтому мы должны вот такие возможности для наших детей создавать, чтобы максимум возможностей и прав ребенка на полноценную жизнь у нас в стране соблюдалось. Что ж, пусть все наши детишки выздоравливают, будут сильными, здоровыми. Вам спасибо, Оружан. Напомню, с нами беседовал этим утром уполномоченный по правам ребенка в Казахстане. Оружан Саин, вам хорошего дня. В Казлардинской области около 30 тысяч людей с ограниченными возможностями, из них около 5 тысяч – это дети. Но социальными услугами охвачена только половина малышинов, рассказывает. До конца текущего года в Приорале больше 8 с половиной тысяч казлардинцев обеспечат техническими средствами реабилитации. Кроме того, более полутора тысяч жителей региона получат возможность лечиться в отечественных озоровительных объектах. А в самом регионе работают 10 реабилитационных центров, оснащенных передовыми универсальными установками. В республике впервые на условиях государственно-частного партнерства в Шиелийском районе мы открыли центры Шиели-Думан. Здесь 50 детей получают услуги в дневных условиях. Детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата мы обслуживаем с 2009 года. Но если в те годы лечилось около 100 детишек, то сейчас их количество выросло до 300. По словам специалистов, для снижения заболеваемости детей необходимо совершенствовать раннюю диагностику. А для общего развития малышей нужна, например, среда детского сада. К сожалению, многие родители своевременно не обращают внимания на состояние слуха, дефекта речи детей. Если ребенок не говорит уже в три года, это уже тревога. Надо бить тревогу, потому что в три года ребенок уже полноценно 140-107 слов должен знать. А родители до пяти держат, потому что думают, что будет разгад. А когда в пять-шесть уже в школу должен идти, это уже поздно. Очень поздно. В настоящее время у козлординцев со слабым зрением и слухом высокий спрос на специальные ноутбуки, современные ортопедические, сурдо- и тифлотехнические средства. Как заявили специалисты, такая спецтехника и приспособления поступят в реабилитационные центры до конца этого года. Алибек Большуленов, Ханат Несибаев, Айтмухамбет Байдулдаев, Казларда, Хабар, 24. А вот в Израиле люди с инвалидностью могут даже служить в армии. И для офицеров на службе проводятся специальные курсы языка жестов. Это сделали для того, чтобы командиры могли общаться со своими подчиненными. О беспрецедентной в мире практике в материале Сергея Ауслендера. Курсы эти выглядят необычно. Военные в самых разных званиях от подполковника до сержанта из самых разных родов войск сидят и повторяют за инструктором жесты. Это язык глухонемых, который теперь изучают командиры в израильской армии. В Израиле людей с инвалидностью в армию берут. Разумеется, только на добровольной основе и только в небоевые части. Попадают сюда и люди с нарушениями слуха. Именно поэтому армия организовала такие курсы, чтобы командирам было проще общаться со своими необычными подчиненными. Я вырос в семье, где две мои сестры родились с нарушениями слуха. Язык жестов я знаю с детства. Потом, уже в армии, я столкнулся с тем, что сюда приходят ребята с подобными проблемами. И у них трудности с коммуникацией. И так родилась идея организовать такой курс. Преподаватель Шломи. Он вообще не слышит, почти не говорит, но языком глухих владеет в совершенстве. При этом понимает и обычную речь, научился читать по губам. Таких здесь несколько. Они из общественной организации, которая объединяет особенных людей. Армия пригласила их преподавать. Я занимаюсь этим уже полгода. До этого работал в общественной организации. Здесь очень необычные студенты. Большинство гораздо старше меня. Но мотивация у них сильнейшая. И это радует. Им не все равно. Они хотят понимать таких, как я. Таких, как Шломи, в вооруженных силах уже сотни. Вот новобранцы принимают присягу. Звучит государственный гимн, а девушки-сурдопереводчики жестами изображают, а точнее озвучивают песню. Также отдают и команды. В израильской армии, даже если не слышишь, все равно объяснят, как и что нужно делать. Важнейшая функция, которую выполняет армия – социализация. Теперь никто не сможет упрекнуть этих ребят в том, что они не служили. Сергей Услендер, Хабар-24. Самый мощный мотиватор Ник Вучич и самый харизматичный спикер Исхак Пентасевич в Нур-Султане. 13 сентября. Тволматы 12 сентября. Школа бизнеса «Синергия». Успей насладиться мороженым в «Жека Сайз». Знакомьтесь, это Аклбек и Женебек. Они долго искали автомобили своей мечты и, наконец, нашли. Оформлять покупку, Женебек поехал в спецсон. Аклбек решил оформить сделку онлайн. Женебек ждет своей очереди в спецсоне, а Аклбек уже выбрал новые номера для машины. Когда Женебек сдал документы специалисту, Аклбеку их уже доставили домой. Не теряй свое время. Получай государственные услуги онлайн. Для перерегистрации автомобиля онлайн нужно авторизоваться на портале ЕГОВ и заказать услугу «Государственная регистрация и учет отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства онлайн». В запросе нужно указать транспортное средство и ИИН покупателя. Покупателю останется лишь подтвердить запрос. Правительство для граждан. Мы работаем, чтобы экономить ваше время и силы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Казахстане продолжает дорожать недвижимость. С начала года рост превысил 3%. В прошлом месяце скачок цен наблюдался почти во всех крупных городах страны. С нами Индира Тихжанова, наш экономический обозреватель. Индира, где самое дорогое жилье в стране? Ростан. Средняя цена за квадратный метр на сегодня выше всего в Алматы. Об этом я не только. Расскажу через пару секунд в эфире «Деловые новости». Квартиры вновь подорожали в более 10 городах страны. По данным сайта Крышеки-Зет, наибольший рост в 3,5% наблюдался в Павлодаре. Средняя стоимость квадратного метра в этом городе превысила 185 тысяч тенге. Чуть меньше на 2,8% возросли цены в Талдыкоргане, замыкая тройку городов Ость-Каменогорск. В Петропавловске цены выросли на 2%, в Караганде – более чем на 1,5%. Чуть ниже рост в Алматы и в Кокшитау. Причем в мегаполисе уровень цен приблизился к показателям 2016 года. Квадратный метр продают почти за 390 тысяч тенге. Столицы квартиры в прошлом месяце подорожали незначительно на процент. В августе квадратный метр жилья в Нур-Султане оценивался в среднем в 334 тысячи тенге. По мнению экспертов, рост цен на рынке недвижимости связан со все еще сохраняющейся условной привязкой к курсу и ослаблением национальной валюты. Мировые цены на зерновые культуры в прошлом месяце снизились почти на 6,5%. Такие данные приводит продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Больше всего подешевела на рынке кукуруза. Причиной тому стал высокий урожай в США. Цены на пшеницу также упали, а рис, напротив, начал дорожать под влиянием сезонного эффекта. Ожидается, что в целом производство и потребление зерновых в этом году увеличится почти до 3 миллиардов тонн. Прогнозы по объемам мировой торговли продовольственная организация ООН оставила без изменений. Могут увеличиться сделки по пшенице и рису, а продажи кукурузы и сорга, напротив, пойдут на спад. В Таджикистане цены на муку выросли в пятый раз за год и связано это с нехваткой товара у главного экспортера – Казахстана. Очередной скачок цен местный предприниматель объясняет также и ростом курса доллара. Именно в этой валюте они закупают казахстанскую пшеницу. Если в августе мешок муки в стране продавали в среднем за 19 долларов, то уже в начале этого месяца он стоит свыше 20. Еще одна упомянутая причина – таможенные и производственные затраты. Отмечается, что ежегодные потребности Таджикистана в пшенице составляют 2 миллиона тонн, из которых около миллиона покрывается за счет внутреннего производства. За полгода из Казахстана в Таджикистан было везено свыше полмиллиона тонн пшеницы по средней цене 197 долларов за тонну. Казахстан укрепляет позиции в туристическом рейтинге Всемирного экономического форума. В этом году наша страна заняла 80-е место из 140 государств. Это третья позиция среди стран СНГ. На первых – двух – Россия и Азербайджан. В групповом обзоре рейтинга наша страна делит 17-е место с Ямайкой, Шри-Ланкой, Украиной и Арменией. В этом году лидерами рейтинга стали Испания, Франция, Германия и Япония. Высокие индексы Казахстан получил по таким критериям, как ценовая конкурентоспособность, здоровье, гигиена и бизнес и климат. Отстаем мы в таких позициях, как международная открытость, а также туристская и авиационная инфраструктура. И в завершении информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов курс составил 387 тенге 73 тына за доллар США. Арстан, это были все деловые новости к данному часу. Эфир ваш. Ждем всех в гости. Казахстан – страна для отдыха, а значит и для туризма. Спасибо, Индира Тикжанова. Была с деловыми новостями. Опасный YouTube. Федеральная комиссия по торговле США заявила, что компания Google заплатит 170 миллионов долларов за незаконный сбор информации о детях на популярном видеохостинге. YouTube обвинили в том, что он отслеживал зрителей на детских каналах, используя так называемые куки-файлы без согласия родителей. Компании также обязали разработать и внедрить систему, которая позволит идентифицировать детский контент. Отмечу, это крупнейший штраф с тех пор, как в 1998 году вступил в силу закон, запрещающий собирать информации о несовершеннолетних. Однако, это ничтежно малая сумма по сравнению с прибылью холдинга Alphabet, куда входит Google. Общий доход корпорации во втором квартале этого года составил 38 миллиардов 900 миллионов долларов. Тем временем, на фоне продолжающихся разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, несколько в тени остались не менее сложные торговые отношения американской администрации с другим давним партнером Индией. В июне Дональд Трамп отменил торговые привилегии, которыми пользовалась эта страна в рамках программы общей системы преференции, заявив, что Нью-Дели не предоставляет продукции из Штатов справедливый доступ к своим рынкам. Затем последовали ответные меры, и тему продолжит Майера Абдрахманова. В Индии решили не терять время на споры с администрацией Дональда Трампа и приступили к активному привлечению зарубежных инвестиций. Уже идут активные переговоры с крупнейшими компаниями по производству автомобилей, чтобы перенести некоторые операции по поставкам в Индию из Китая. Введение бизнеса с Поднебесной становится дорогостоящим и непредсказуемым из-за ее разногласий с США. Тем временем Индия переживает не лучшие времена. Американцы подняли тарифы на импорт алюминия и стали из этой страны, а затем лишили привилегий как крупнейшего бенефициара с более 5 миллиардами долларов в импорте в США. Индия приняла ответные меры и повысила тарифы на 28 товаров, импортируемых из США, на сумму около 220 миллионов долларов. Эти суммы выглядят, на первый взгляд, незначительными по сравнению с масштабами торговой войны Трампа с Китаем. В Индии обеспокоены тем, почему Белый дом нацелился и на их страну, относительно небольшого игрока в мировой торговле. Американский юрист индийского происхождения, занимающий высокие позиции в преуспевающей кампании на Манхэттене, Манси Сетт, считает, что в этих торговых спорах стороны не пойдут на поклон друг другу. В целом, объем торговли, который будет затронут, не такой уж и большой. Индийский экспорт в 2018 году составил порядка 80 миллиардов долларов, из которых только 5 миллиардов беспошлины. Другое дело, что важно рассматривать всю проблему в долгосрочной перспективе. То есть, чего Индия ожидать в будущем от изменения своего торгового статуса при отношениях с США, и как соответствовать требованиям американской стороны. При этом важно понимать и внутреннюю ситуацию в государстве. Переизбранный премьер на рендеромоде сосредоточен на обеспечении экономического роста, что, с одной стороны, означает защиту интересов местных компаний, испытывающих конкуренцию со стороны Амазон и Уолмарт. С другой, важно не испортить отношения с другими партнерами, прежде всего иностранными инвесторами. Опасения по поводу полномасштабной торговой войны между Соединенными Штатами и Индией немного ослабли после встречи президента Дональда Трампа и премьер-министра на рендере моди в кулуарах саммита G20 в Японии. Они договорились проинструктировать своих торговых представителей встретиться в ближайшее время. Накануне в Нью-Делли гости к этой США Майк Помпео призвал к новой эре амбиции. С тех пор никаких реальных изменений не произошло. К примеру, Дональд Трамп хочет обеспечить конкурентоспособность американской продукции, такой как молочный или, например, мотоциклом Харли Дэвидсон. В свою очередь, молочное отрасль или фермерское производство защищены в Индии, где сельское хозяйство, которым занято бедное население, занимает особое место. На повышение благосостояния таких слоев населения и их конкурентоспособности направлена политика индийского правительства. Поэтому вряд ли оно пойдет на уступки США в этом вопросе. Экономические разногласия между Вашингтоном и Нью-Дели влияют на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Страна, которая находится на втором месте после Китая по численности населения, осознает важность торговли с США и привлечения инвестиций. К сожалению, присутствует и скептицизм, так как оба правительства в нынешних условиях придерживаются националистических позиций и не пойдут на поклон друг другу, что означало бы ослабление их позиций. Для Трампа начинается очередная выборная кампания. А Нарендра Моди недавно завершил ее победой и многим обязан тем, кто его поддержал. И будет отстаивать их интересы. Хочу все-таки оставаться оптимисткой, так как у США и Индии давняя история торговых отношений. И мы все желаем им дальнейшего развития. Тем временем 10 человек погибли, еще около 40 пострадали в результате взрыва в центре Кабула. Террорист-смертник подорвал себя у здания посольства США. Ударная волна повредила правительственные учреждения, магазины и припаркованные рядом автомобили. Полицейские уже заявили, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Талибан». Глава администрации Гонконга Кэрри Лама официально отозвала спорный законопроект об экстрадиции в материковый Китай, вызвавший многомесячные протесты. Длительное насилие наносит ущерб основам нашего общества, особенно верховенству закона, сказала Лам в своем обращении. Отзыв документа – ключевое требование протестующих, но только одно из пяти. Беспорядки привели бывшую британскую колонию к краю анархии, поскольку правительство неоднократно отказывалось отступать от своих намерений. Были арестованы более тысячи человек. Независимое расследование действий полиции в ходе акции протеста является еще одним главным требованием активистов. Сограждане, продолжающие насилие, наносят ущерб основам нашего общества, особенно верховенству закона. Некоторые люди напали на офис центрального правительства в Гонконге. Это поставило Гонконг в очень уязвимую и опасную ситуацию. Независимо от наших обид или глубины недовольства по отношению к правительству, мы не можем согласиться с тем, что насилие является решением проблем. Нашим главным приоритетом сейчас является прекращение насилия, обеспечение верховенства закона и восстановление порядка и безопасности в обществе. Я и моя команда надеемся, что только что объявленный мной план действий поможет нашему обществу двигаться вперед. К чрезвычайным происшествиям в нашей стране, в Карганде, вынесли приговор бывшему высокопоставленному чиновнику, а в Таразе спецслужбы оцепили целый район из-за найденной на улице мины. Все подробности прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С учетом того, что полностью признали свою вину, наличие полного возмещения ущерба, обстоятельства, которые указаны, это несовершеннолетние дети, и чистосердечное раскаяние престарелых родителей, суд принял во внимание все эти обстоятельства как смягчающие. И поскольку преступление средней тяжести, по которой Абишев, Ажангус, Абтич, осужден, суд назначил наказание в виде штрафа. Мина, найденная на центральной улице Тараза, подняла на ноги все спецслужбы города. На нее при очистке арыков наткнулись коммунальщики, о страшной находке рабочие сообщили в полицию. До прибытия саперов опасный участок огородили, а на улице перекрыли движение. К счастью, мина оказалась учебной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пострадавшие на металлургическом комбинате в Тимиртау идут на поправку. Напомню, в результате аварии 4 человека получили травмы. По данным компании, на конвертере номер 3 произошел хлопок, за которым последовал выброс пара и горячего воздуха. Два работника проходят амбулаторное лечение. Еще два металлурга находятся в больнице с ожогами 2-й и 3-й степени. Причины аварии выясняются. Состояние их на данный момент относительно удовлетворительное. Чувствую себя пациентом хорошо. Все необходимое лечение они получаются. В целом, у них площадь поражения не такая большая. В квартире жителя Актобе полицейские изъяли 4 полиэтиленовых пакета и один мешок с анашой. Мужчина хранил дома более 5 килограммов марихуаны. Она была высушена и готова к употреблению. Уголовное дело возбуждено по статье незаконное обращение с наркотическими средствами. Идет следствие. 25-летняя девушка совершила кражу на глазах изумленной публики прямо под камерой видеонаблюдения. Которая запечатлела, как воровка вытащила из сумки 30 тысяч тенге. Карагандинка сообщила о краже в магазине в полицию. Стражи порядка быстро поймали злоумышленницу. Как выяснилось, с задержанной нигде не работает. Дорогу стоимостью больше полумиллиарда тенге строят с грубейшими нарушениями в Кустанайской области. На только недавно введенном в эксплуатацию участке трассе появились выбоины, трещины, а кое-где уже и залатанные ямы. Как пытался спасти ситуацию подрядчик и что ждет его, в итоге расскажет Артем Грапов. Между поселками Федоровка и Первомайский 34 километра. По проекту половину должны отремонтировать в этом году, остальные 17 в 2020. Сейчас техника стоит, погода работать не позволяет. А на участке все равно горячо. Эксперты областного филиала Национального центра качества дорожных активов с проверкой приехали. Да еще и с журналистами. С первых минут беседы подрядчику неуютно было. Я понимаю, что вы экономите материал, основание дорожной одежды, раскладываете его вот так вот вдоль проезжей части, и после этого тот материал, который нужен для обочины накопления, вы его не докладываете? Нет, нет. Почему? Совсем не так. Вот, пожалуйста, есть толщина щебенки, да? Нет, я не про толщину говорю. А, ну, а в плане того, что... То, что мы с основания, материал используется для укрепления обочины. Я к этому иду. То ли я немножко не допонимаю вас. Вот это то, что лежит сейчас, в данный момент, перед асфалтом, она уйдет где-то, что-то недоразумение, не ровно, мы будем ровнять к дорогу также. Недопонимание возникло и на другом участке ремонтируемой дороги. Асфальт укладывали недавно. Появление как минимум трех больших латок и трещин на новом покрытии подрядчик объясняет так. После катка КАМАЗ, груженый зерном, вот в этом году как ложили. Я говорю, вы что делаете? Я не успевал. Я думал, он пойдет на это. Под знак заехал, и все, направо на поле. Я говорю, водитель такой на коленях, говорит, что мне делать? Я говорю, вам нечего делать уже. Что ваш начальник? Это дорога районного значения. Тут нет такой большой нагрузки. Нет на ближайших местах, поселках, нет каких-либо карьеров каменных, где было бы загружены участки дороги. Нет такого грузопотока, скажем так. После визуального осмотра в ход идет специальное оборудование. С его помощью в разных местах отбираются пробы, так называемые керны. Из трех проб по стандартам толщины две не проходят. А уплотнение, водонасыщение и качество асфальтобетонной смеси проверят в этой лаборатории. После этого в течение трех-четырех календарных дней мы дадим заключение. Доведем официально до заказчика, который уже по своему решению, на основании договорных отношений, будет принимать какие-то решения с подрядчиком. В любом случае будет обязывать его устранить дефекты за собственный счет. До завершения строительного сезона эксперты областного филиала Национального центра качества дорожных активов продолжат инспектировать трассы местного значения. В общей сложности почти полторы тысячи километров. Артем Грапов, Ермек Мухамедьяров, Кусная Сколобость, Хабар-24. Хотя и бытует мнение, что газеты никто уже не читает, они продолжают существовать и сдаются, кстати, многотысячными тиражами. Уж кто, а мой коллега Марк Брюшко точно знает, в ближайшем будущем печатные СМИ никуда не денутся. И пока в них публикуют интересные статьи, интересные материалы. Он с удовольствием будет о них рассказывать. Рубрика «Обзор прессы» прямо по курсу. Марк, какие материалы запомнились больше всего? Доброе утро всем. Прямо сейчас пару занимательных анонсов и две интересных статьи, которые мы смогли найти буквально через пару мгновений. Не переключайтесь. Ждем, Марк. Коротко и по делу, первое издание «Петоповский Зет» свыше 20 домов должны отремонтировать в областном центре по программе модернизации ЖКХ. Об этом рассказал, получается, глава региона. Он также прокомментировал, сколько за последние 7 лет в регионе уже привели в порядок домов. Давайте послушаем небольшую цитату, которую мы подготовили. Это очень важный вопрос, который долго обсуждался в обществе. Жилищный фонд с каждым годом изнашивается. С 2011 по 2018 годы в Петропавловске благодаря программе модернизации ЖКХ отремонтировали 168 многоквартирных жилых домов. Затем темпы реализации программы спали немножко. Президент в своем послании поручил возобновить данную программу во всех регионах страны, отметил Кумар Аксакалов. Семья из Костаная, сообщает Костанайские новости. Приступила к изготовлению тренажеров для детей с диагнозом ДЦП. Вот такая новость вышла на сайте газеты. Вся семья, конечно, не знала, как этим заниматься изначально. Информацию, с чего начать и как собирать или иные конструкции, они искали в интернете, сообщается в публикации. Глава, получается, семейства 5 лет получал опыт методом проб и ошибок. Неделю назад семья арендовала цех, говорят журналисты. Теперь ей есть где развернуться. Финансово помогли в палате предпринимателей. На грантовой комиссии проект Костанайцы признали жизнеспособным и выделили 2 миллиона 866 тысяч тенге. Купил он два токарных станка по дереву. Один универсальный у него уже был. И строительные расходные материалы. Также закупил. Давайте послушаем об этом удивительном, мне кажется, в наше время занятии для обычной простой семьи, которая просто взяла и нашла, так сказать, хобби, которая помогает детям с диагнозом ДЦП, небольшую цитатку, которую мы для вас подготовили. К слову, пока не все грантовые деньги освоены. Супруги докупают оборудование, инструменты и материалы. По их подсчетам, силами своей семьи они смогут помочь 60 детям в год. Другими словами, мощность предприятия небольшая, порядка пяти изделий в месяц. Возможно, и больше, если найдутся толковые столер и плотник. Начинаем как раз-таки говорить об анонсах, если вы живете в Усть-Каменогорске и не знаете, как отметить день города. Новость для вас. Уже сегодня, 6 сентября в 17.00 в областном драматическом театре состоится международный фестиваль искусств. Завтра в час дня на набережной Иртыша стартует соревнование по дрэк-рейсингу. 12 сентября в 3 часа дня в 15.00 на улице Бебетшелик 35 состоится долгожданная презентация Арбата. И продолжится празднование города 13 сентября. Более подробную информацию вы сможете узнать на сайте, на портале Устинка.Лайв. Ну и к другому анонсу. Вечерняя Астана сообщает, что 8 сентября, то есть уже на этих выходных в столице, состоится самое ожидаемое спортивное мероприятие этой осени. Астана Марафон 2019. Как сообщает официальный сайт столичного Акимата, на него ссылаются журналисты из Дании. Забег пройдет на дистанциях 42,2 километра и 10 километров. К принятию счастья в Марафоне может любой желающий в возрасте от 18 и от 16 лет. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте Астана Марафона и оплатить небольшой взнос. Давайте также послушаем небольшую цитату. Дополнительная регистрация на дистанцию 10 километров, а также выдача всех стартовых пакетов бегунов, пройдет во время спортивной выставки Астана Марафон Экспо 2019, 6-7 сентября в Нурсултане, по адресу улица Сауран, 46. Ну, Растан, в принципе, у меня к этой минуте все новости, поэтому слово передаю тебе. Интересно, Марк, вот ты рассказываешь, рассказал сейчас об Астана Марафоне. Сам бегаешь ли марафоны по утрам, хотя бы полукилометровые? В моей жизни, если марафон, то только информационный, как сейчас. Ну что ж, спасибо, а я нет. Я продолжаю бегать и заниматься спортом. Спасибо, Марк Брюшко был с обзором региональной прессы. Молодец. Мастер-класс от зарубежных врачей итальянский хирург провел в Аматинском институте ювелирнейшую операцию по удалению кисты на гортане. До сегодняшнего дня казахстанцам с такими проблемами приходилось уезжать на лечение в Израиль, Германию или Корею за очень сложной и предельно точной работой европейского специалиста. Наблюдали не только отечественные врачи, но и коллеги из других стран. На операционном столе дети с самыми тяжелыми патологиями горла. Александра Салмина рассказывает. Это уже третья операция для маленькой пациентки из Атерао. Ее горло в папилломах. Сколько их не удаляли, они снова нарастают и мешают дышать. Помочь малышке взялся профессор из Италии Роберто Пужедо. В руках микроскоп и современный лазер СО2. Без него невозможно проводить эти ювелирные операции. Таких в стране всего два. В Алматы и Нурсултане. Часа не прошло, как доктор закончил работу. Но девочке снова придется обратиться к специалистам. Вирус еще напомнит о себе. У нас нет препарата, который вводит внутри гортана вакцину. У нас нет лицензии на нее. Но я думаю, что это тоже будет началом нашей, чтобы мы дали предложение о получении лицензии данного лекарственного препарата. Потому что эта вакцина прямо внутри гортанная вводится. Тем самым останавливается рост. И дает хороший результат. В следующем к операции готовится шестилетний Ваня. Уже два года ребенок не может нормально есть и пить. Задыхается. В горле у него выросла огромная киста размером с голубиное яйцо. Ее тоже удаляли два раза в Корее и России. В Казахстане же пока такое лечение не проводят. Оборудование нужное есть. А вот опыта не хватало. Признаются отоларингологи. Абсолютно без надрезов, с помощью лазера, слой за слоем, профессор убирает эту кисту. Говорит, что начинающий хирург вряд ли справится с этой операцией. Почему? Потому что она очень сложная. Во-первых, образование находится глубоко в гортане. Во-вторых, рядом много важных органов, нервов и сосудов, которые задевать нельзя. Голосовая складка близко. Нужна ювелирная точность, чтобы отделить каждую стенку кисты. Роберто делает все очень аккуратно. И говорит, помочь Ване можно всего одной процедурой. Спустя полтора часа кропотливого труда хирургов, и мальчик может вернуться к привычной жизни. Это очень сложный случай, но операция прошла успешно. Мальчик побудет под наблюдением до конца следующей недели. А потом его выпишут. Мы надеемся, что восстановится он быстро, и повторной операции не потребуется. В Алматы меня ждут 7 пациентов с самыми разными случаями. Все это время за процессом по видеосвязи наблюдают не только местные лоры-хирурги, но и врачи из России, Кыргызстана и Узбекистана. Всего около сотни специалистов, чтобы научиться проводить сложнейшие операции на горле. После такого мастер-класса появилась надежда, что теперь подобные операции начнут проводить и в Казахстане. Александра Солмина, Эдуард Кон, Алматы, Хабар, 24. Золотую и серебряную медали завоевали казахстанцы Павел Воржев и Андрей Чугай на международном турнире по велоспорту на треке. Он в эти дни, к слову, проходит в российском Омске. Успеха наши гонщики добились в дисциплине спринт. Далее новости спорта. Далее новости спорта. Найт выбил казахстанцев вперед. 3-2. Эта шайба стала победной для команды Андрея Скобелки. Немного другая игра, но я еще раз говорю, через эти игры качество нужно улучшить. И реализация сегодня уже, конечно, была улучшена. Сегодня забили три. Сегодня игра уже была немножко другая. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Хорошего вам дня. Увидимся в 10.00.